Время новостей на нашем телеканале в студии Алиси Коряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о главных событиях в стране и мире к этому часу. И начнем с новостей политической жизни страны. Представители платформы «За Молдову» настаивают на немедленном возобновлении деятельности парламента. Они утверждают, что у депутатов есть два выхода – достичь консенсуса во имя страны, ее развития и спасения граждан, или распустить законодательные органы и назначить дату досрочных выборов. В заявлении 15 депутатов парламентской платформы «За Молдову» говорится, что избиратели напрасно ждут рассмотрения и принятия законодательных инициатив социального характера, поступивших, в том числе от партии ШОР и группы независимых депутатов. Документы касаются увеличения пенсии, улучшения доступности и качества здравоохранения, повышения социальной защищенности медицинских работников, обеспечения пенсионеров бесплатными лекарствами, гарантий для работников сельскохозяйственного сектора. Казалось бы, самое время приступить к реализации их многочисленных обещаний, но работа парламента парализована, и этому нет разумных объяснений. Все неназываемые мотивы блокирования деятельности законодательной ветви власти носят ярко выраженный интриганский характер, говорится в сообщении платформы «За Молдову», которая настаивает на немедленном возобновлении деятельности парламента. «Мы полагаем, что нынешний состав парламента должен либо прийти к консенсусу во имя страны, ее развития и спасения граждан, либо объявить о дате досрочных парламентских выборов», – отмечается в заявлении. «Представители других парламентских фракций также заявляют, что хотят, чтобы парламент возобновил деятельность». «Я за то, чтобы собраться как можно быстрее, учитывая национальный интерес и интересы граждан». «Надеемся, что уже на этой неделе все депутаты вернутся в парламент. Наша фракция здесь». «Парламент должен был работать в течение всего этого времени. Досрочные выборы должны быть проведены как можно скорее. В парламенте должна произойти перезагрузка». Представители Демократической партии не ответили на звонок, чтобы прокомментировать ситуацию. Отметим, два месяца депутаты не проводили пленарные заседания, мотивируя это тем, что несколько парламентариев заразились коронавирусом. Депутаты от платформы ДАПДС и ДПМ не будут участвовать в начавшихся вчера по инициативе Игоря Дадона консультации с парламентскими фракциями. Об этом заявили представители всех трех политформирований. Что касается депутатов платформы за Молдову, то они еще не приняли окончательного решения, участвовать или нет. Мы обсуждали эту тему внутри политформирования, консультировались с постоянным бюро парламента, с лидером партии Андреем Нестаси. Фракция платформы «Достоинство и правда» не пойдет на так называемые консультации с так называемым президентом Игорем Дадоном. Партия действий «Солидарность» также отказывается принять приглашение Игоря Дадона. Конституция предусматривает только два случая, когда президент может вызвать фракции для консультации при выдвижении кандидата на пост премьер-министра и до принятия решения о распуске парламента, когда есть соответствующие конституционные обстоятельства. Если ему взбрело в голову, это, конечно, не запрещено, но и не предусмотрено конституцией. Не планирует присутствовать на консультациях и представители Демпартии. Пресс-секретарь ДПМ Стелла Нестер, с которой мы связались, сообщила, что демократы отказываются идти в администрацию президента, чтобы увидеться с Игорем Дадоном. По ее словам, они настаивают на диалоге с другими парламентскими партиями, чтобы преодолеть социальный, политический и экономический кризис у Молдовы. Депутаты платформы «За Молдову» также сообщили, что получили приглашение от Игоря Дадона в понедельник, но пока не решили, будут ли они участвовать в консультациях. Мы действительно получили приглашение, мы его еще не приняли, пока не обсуждали с коллегами по парламентской платформе и не торопимся принимать приглашение. Напомним, в понедельник президент Игорь Дадон объявил, что созовет парламентские фракции для обсуждений, чтобы избежать возможного политического кризиса. Депутаты от ПСРМ – единственные, кто уже встретился с главой государства. Дадон заявил, что в ближайшие дни приглашения поступят депутатам ПДС партии «Платформа Достоинства и Правда» и другим фракциям. Канцлер Германии Ангела Меркель 16 ноября поздравила Майю Санду с победой на выборах. Она пожелала ей удачи и успеха в решении ответственных задач, отметила, что Берлин будет поддерживать Молдову на пути к реформам. С посланием к будущим президенту обратился и лидер Приднестровского региона Вадим Красносельский. И хотя он и не поздравил Майю Санду, но заявил, что готов к диалогу и переговорам с любым должностным лицом, избранным молдавским народом. Ранее с победой Санду поздравили президенты Румынии, Украины, России, а также глава Еврокомиссии. Перейдем к теме пандемии. На сегодняшний день более 55 миллионов человек во всем мире инфицированы коронавирусом и более 1 миллиона 300 тысяч скончались. Пандемия COVID-19 погружает в общий карантин страну за страной. Европа почти полностью окрашена красным цветом. Несколько государств, наиболее пострадавших весной этого года, изо всех сил пытаются справиться со второй волной. Столкнувшись со вспышкой новых случаев заболевания, больше чем весной, правительство многих стран вводит суровые ограничения. Европа практически полностью в красной зоне, за исключением Норвегии, Финляндии и некоторых регионов Греции. Франция побил рекорд в 50 тысяч инфицированных за сутки и находится в карантине. Испания – одна из лидеров по количеству зараженных не то что в Европе, а во всем мире. Первым в ЕС это государство преодолело отметку в 1 миллион заболевших в конце октября. Три недели спустя цифра выросла до полутора миллионов. Великобритания ввела новые ограничения после того, как в стране скончались 50 тысяч человек. Отличие осенней волны коронавируса от первой состоит в том, что пандемия серьезно ударила по центральной и восточной Европе, а Чехия, Польша, Румыния и Украина побили антирекорды по количеству новых случаев и летальных исходов. Чешская республика, в которой полгода назад регистрировалась около 15 тысяч инфицированных в день, при населении в 10 миллионов человек, вновь была вынуждена уйти в полный карантин и таким образом снизила статистику до 2000 инфицированных за сутки. Тем временем сотни дронов осветили ночное небо Сеула, чтобы побудить граждан оставаться сильными перед лицом коронавируса, пишет Евроньюз. Согласно цитируемому источнику, на дронах были размещены правительственные лозунги, провозглашающие восстановление экономики Южной Кореи после пандемии. Вернемся в Молдову. Мужчина погиб после того, как его сбили сразу два микроавтобуса. Трагедия произошла накануне вечером в селе Чишми Аргеевского района. Обеспокоенные количеством аварий на дорогах, муниципальные районы власти заявляют о своей готовности к более активному сотрудничеству с представителями Министерства внутренних дел для их предотвращения. По данным полиции, погибший мужчина приблизительно в возрасте 55 лет переходил дорогу в неположенном и неосвещенном месте. Его сбил проезжавший микроавтобус. После удара пострадавшего отбросило на противоположную сторону трассы, где он попал под колеса уже другого транспортного средства, протащившего тело еще несколько метров. Второй водитель скрылся с места происшествия. Через какое-то время его нашли, а результат алкотеста показал, что он не был пьян. Полиция устанавливает все обстоятельства дела. В связи с частыми дорожно-транспортными происшествиями в Аргеевском районе, муниципальные и районные власти выразили готовность к более интенсивному сотрудничеству с представителями Министерства внутренних дел, инициативными группами и экономическими агентами населенных пунктов для выработки решений, которые позволили бы предотвратить или уменьшить количество трагедий на дорогах. Эту тему обсуждали председатель Аргеевского районного совета Дину Цуркану и примар муниципия Павел Виржану на состоявшемся заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Напомним, 30 октября в районе Аргеева произошла страшная авария. Тогда трое человек погибли на месте в результате лобового столкновения автомобиля с грузовиком. Речь идет о 40-летнем водителе и двух пассажирах в возрасте 19 и 31 года. По данным полиции, за последние три месяца в Аргеевском районе зарегистрировано 164 ДТП. Продолжаем выпуск. Проблема бродячих собак в Кишиневе поднималась уже не раз. Недавнее нападение животного на женщину в столичном секторе ботаника довело граждан до точки кипения. Жители собрали около пяти сотен подписей. Они хотят отправить петицию в премырию, чтобы проблему наконец решили. И защитники не остались сторони. Они подали в суд на столичную администрацию. Между тем, муниципальные советники от партии ШОР разработали проект по созданию дополнительного приюта для бездомных собак на территории города. Александра Болтага с ребенком шла с прогулки, когда на нее накинулись бродячие собаки. Одна из дворняк укусила женщину за ногу. Я очень сильно испугалась, понятное дело. Испугалась, потому что две из них начали уже лаять. И они убежали. Я уже позвонила врачу. И мне пришлось ехать в центр делать первую вакцину. Ну и уже в течение месяца делать еще пять. Жители Ботаники жалуются, что стая бродячих собак уже не первый месяц терроризирует округу. Люди неоднократно обращались во всевозможные инстанции, чтобы проблема была решена. Но пока безрезультатно. Будем обращаться также в разные инстанции. В Притуру, наверное. Будем обращаться в Сулабритате. Будем обращаться в ЖЭК и в другие инстанции. Для того, чтобы как-то решить эту проблему с собаками. Представители нескольких общественных ассоциаций по защите животных обвиняют руководство столицы вне соблюдения ранее принятых мер по решению проблем с бездомными животными. Они требуют более гуманного отношения к животным при отлове и грамотного системного подхода к процедуре стерилизации. За защитники пытаются решить проблему через судебные инстанции. Первое слушание назначено на 30 ноября. Нужен, как бы сказать, контроль. И поэтому мы хотим добиться, чтобы выполнялось то, что положено для собак. В столичной мэрии нашему корреспонденту рассказали, что знают о предстоящем судебном заседании. Отметив, что, кроме прочего, уже поступило около 15 заявлений от горожан, пожаловавшихся на нападение бродячих собак. Мы считаем, что все запросы этих общественных организаций необоснованные и что генпримар принимает меры по решению этой проблемы. В настоящее время столичный приют для собак может обрабатывать 4000 животных в год, тогда как в Кишиневе их в 5 раз больше, считают специалисты. Советники Монсовета от партии Шора выступили с инициативой открыть дополнительный приют. По модели Аргеевского, где городские власти сумели почти полностью решить проблему в кратчайшие сроки. Мы должны выделить земельный участок этой организации, выделить финансирование бюджетное этой организации. Бюджетное финансирование достаточно для того, чтобы можно было там содержать нескольких ветеринарных врачей, которые бы тоже занимались проблемой стерилизации. Клименко считает, что наличие двух таких организаций, государственной и негосударственной, даст возможность как минимум удвоить темпы стерилизации уличных животных. По его словам, решение о создании приюта в Кишиневе было уже одобрено на заседании муниципального совета. Он будет располагаться в районе Полтавского шоссе. На его строительство понадобится около 2,5 миллионов леев. Планируется, что уже весной будущего года новый приют начнет работу. И добавим, специалисты говорят, что на улицах Кишинева живут от 15 до 20 тысяч бродячих собак. И еще одна новость завершения этого выпуска. Еще в двух населенных пунктах Аргеевского района реализован проект уличного освещения, инициированный лидером политической партии ШОР Илоном ШОРом. На этот раз свет зажгли в селах Сироты и кукурузине Десус, Камуни Крихана. В мероприятии приняли участие местные районные власти, а также жители села. Люди оценили перемены, которые начались в их населенных пунктах, и рады тому, что теперь по улицам можно ходить и в ночное время. В населенных пунктах Сироты и кукурузине Десус Аргеевского района протянули около 10 километров электросети и установили 250 светодиодных фонарей, в Камуне модернизированы все шесть трансформаторных подстанций. В темноте было сложно, ничего не было видно, но теперь мы очень довольны, что у нас такая красота. Мы жили в темноте, теперь на душе стало светлее, появилась надежда. Это большая радость для всех нас. Как только пришел примар, за которым стоит сильная команда, в селе установили уличное освещение, начались новые проекты. Присутствовавший на мероприятии председатель Аргеевского районного совета заверил всех, что инфраструктурные проекты будут продолжены, хотя район уже и стал примером для всей страны. Как и было заявлено в начале года, для нас, администрации районного совета, 2020 год объявлен годом уличного освещения. Это остается приоритетом до конца этого года, а точнее, до конца реализации проекта уличного освещения во всех селах Аргеевского района. Примар Камуны поблагодарил команду партии, в которой он состоит, за оказанную поддержку и пообещал жителям, что их села будут и дальше развиваться. Хочу поблагодарить за поддержку руководства Аргеевского района, господина Дину Цуркану и всю команду. Мы сильная команда и вместе мы многое сможем сделать. Партия ШОР взяла на себя обязательство перед гражданами до конца этого года реализовать проекты уличного освещения в более чем 100 населенных пунктах страны, в том числе во всех селах Аргеевского района. Таковы новости к этому часу. Я, Олеся Коряк, на данный момент с вами прощаюсь. Удачного вам дня в продолжении. Берегите себя и до встречи в эфире в 21.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова